Лингвистическая компаративистика Лингвистическая компаративистика — это просто другое название для сравнительно-исторического языкознания. Сравнительно-историческое языкознание — это такая наука, которая сравнивает языки с целью понять, родственны они друг другу или нет. Если они друг другу таки родственны, это значит, что у них был когда-то общий праязык. Значит, надо восстановить его, этот проязык, узнать, каким он был, желательно, когда он был. Может быть, удастся узнать, где он был такой. Тоже иногда удается узнать. Самое главное – это как сравнивать языки. Смотрят люди на два языка, на какие-то явления в них и видят сходство. Почему? Откуда это сходство? На самом деле это сходство бывает из трех разных источников. Бывает иногда просто случайность. Вот, например, на тагальском языке, это на Филиппинах, есть слово «малиит», которое значит «маленький». Казалось бы, как похоже на русский «малиит» – «маленький». Но если мы посмотрим на тагальский повнимательнее, то мы увидим, что в тагальском языке у этого слова корень «лиит», а «ма» – это приставка. Также «лусог» по-тагальски – это «здоровье», а «малусог» – это «здоровый». Но у них так прилагательное образуется, с приставкой «мал». Поэтому со словом «маленький» сходство оказалось чисто случайным. Чаще всего бывают сходства, обусловленные заимствованиями. Языки контактируют, один язык что-то заимствует у другого, и потом приходят люди, говорят, о, как похоже, какое сходство. Но бывает иногда, что языки сходны, потому что они унаследовали что-то от общего языка предка. Был когда-то один язык, на нем люди говорили, но говорили все немножко по-разному, постепенно изменения накапливались. В одном языке в одну сторону, в другом языке в другую сторону. Потом через тысячу лет смотришь – языки разные. Но что-то похожее на то, что было в праязыке, в них осталось. В одном языке что-то одно, в другом языке что-то другое, но какие-то сходства все равно остаются. Утратить вообще всякое сходство? Ну, наверное, можно, но это очень долго. Можно привести такой пример сходства, обусловленного родством. Например, есть слово «мать». В русском языке «мать» в склонении будет основа «матер», «матери», «матерью». Если мы посмотрим на латын, мы там увидим «матер». Если мы посмотрим на греческий, мы увидим «метер». Первое «а» в первом слоге заменилось на долгое «э», но греки всегда так делали. У них как долгое «а» не после «эпсилона», «йоты», «ро», так оно заменяется на долгое «э». И это можно показать на всех греческих словах. Если мы возьмем санскрит, мы там увидим «матар», там наоборот «е» заменяется на «а», но опять же санскрит всегда так делает. Вот такого рода сходства говорят о родстве. Самая главная проблема лингвистической компаративистики – это определить, какие сходства говорят нам о родстве, а какие говорят о заимствовании или о случайных совпадениях. Со случайностями все просто, потому что случайностей, во-первых, мало. Если мы посмотрим на тагальский и на русский, мы найдем там «малиит», отлично. А на все остальные слова посмотрим, а там ничего общего. Если даже кому-то кажется, что он набрал много сходств, но они все случайные, то они не составляют никакой системы. Одна пара слов похожа так, а другая совсем по-другому. А третья по-третьему, а четвертая по-четвертому. Вроде все похожи, а никакой системы нет. А между тем, когда языки наследуют что-то из общего проязыка, то там сходство всегда как раз будет системным. Потому что когда язык меняется, ведь его же никто специально не меняет. Все пытаются говорить более или менее так же, как говорили другие. Как говорили их родители, как говорили вокруг них, когда они учили язык, и как продолжают говорить вокруг них дальше. И что получается? Получается, ну вот, например, смотрим вокруг себя. Видим много людей, которые, например, не выговаривают «л». Говорят вместо «л» – «о». Ну так они во всех случаях, когда у нас появляется твердое «л», у них во всех случаях появляется это самое «л». Вот большие лужи, пора покупать водку. Поэтому, если в каком-то языке происходит изменение, ну, например, «л» на «л», как в польском, то оно будет происходить во всех позициях. Во всех позициях, где данный звук попадает в данное фонетическое окружение. Иногда, правда, окружение бывает не только фонетическое, а и морфологическое. Например, в приставках «так», а в корнях «иначе». Или там на границе корня и приставки «так», а внутри корня по-другому. Такое тоже бывает. Но всегда можно выделить позицию, которой большинство слов языка будут подчиняться. Опять же, будет парочка исключений на весь язык. Но когда их два – это исключение. Когда одно – одно, тем более исключение. А когда их десяток, то, скорее всего, там просто какое-то подправило, которого еще не установили. Так что для того, чтобы доказать не случайность сходства, используется именно вот этот системный критерий. Просто потому, что языки так развиваются, мы можем это видеть. Дальше отделение родственных слов от заимствованных слов. Если заимствования массовые, если заимствований из одного языка в другой много, как, например, из китайского в японский, там колоссальное количество заимствований, и там тоже регулярная система вот таких фонетических соответствий. Потому что китайские звуки, японцы, которые не осиливали много звуков, передавали на свой японский манер. Но передавали более или менее одинаково. Всякий раз так же, как в предыдущий. Поэтому там тоже есть вполне себе регулярные фонетические соответствия. Но тут лингвистическая компоративистика выработала критерии так называемой базисной лексики. Когда язык заимствует слова из другого языка, он ведь заимствует не что попало. Он заимствует то, чего у него у самого не было. Вот слово «глаз» у него, скорее всего, было. И слово «ухо» у него, скорее всего, было. Поэтому такие слова тоже, бывает, заимствуются, но редко. Если мы возьмем много базисных слов «ухо», «нос», «рука», «видеть», «слышать», «знать», «идти». Вот такие вот слова, там «земля», «солнце», «камень», «вода». То среди них заимствование будет намного меньше, чем среди слов типа «сейф», «фотоаппарат», «компьютер», «футболка» «атаковать», «фаршировать» и «форсировать». Соответственно, если у нас регулярные фонетические соответствия идут по тем словам, которые легко заимствуются по культурной лексике, мы говорим, что это заимствование. Действительно, между китайским и японским соответствия есть, но это заимствование. Никакого проязыка общекитайско-японского на этом основании не восстанавливается. Если же сходства проходят по базисной лексике, как между русским, латынью, греческим, санскритом и так далее, мы говорим о проязыке, потому что эти слова заимствованы не были. На основании вот этих сходств мы можем восстановить древо языков. Что значит древо? Это значит, что какие-то языки родственны друг другу ближе, чем другие. Если мы рассмотрим базисные слова, например, русского и украинского или русского и польского, их окажется существенно больше, чем между русским и латынью, между русским и греческим. Если мы рассмотрим санскритские слова из области базисной лексики, то существенно большее количество схождений будет с иранскими языками, чем со славянскими или с латынью, или с греческим. Просто чисто по количеству. И поэтому мы говорим, что есть славянская группа, есть германская группа, есть индоиранская группа, которая делится на индийскую и иранскую, и не только на самом деле. И вот это, собственно, и есть то самое языковое древо. Более того, когда мы наблюдаем эти сходства, системные, регулярные, они на самом деле не только в фонетике, их можно наблюдать и в морфологии, и даже иногда в синтаксисе, но в синтаксисе только на небольших глубинах, потому что на больших глубинах пока еще не очень научились наблюдать синтаксис и реконструировать его. Просто то, что унаследовано от пра-языка, оно теряется постепенно, но не сразу. В одном языке теряется что-то одно, в другом что-то другое. Если сопоставить, можно с довольно большой долей вероятности предположить, что же было такое, что лежало в основе, из чего можно в один ход получить украинский вариант с одной стороны и русский с другой стороны, например. Или французский с одной стороны, итальянский с другой стороны. В случае французского и итальянского обычно мы даже знаем, как оно выглядело, потому что от латыни дошли письменные памятники. Не совсем то же самое, но довольно близко. Соответственно, вот это предположение, оно и называется реконструкцией. Единственное, что, если мы проводим реконструкцию, то мы ее можем проводить, сопоставляя некоторые языки потомки, а можем проводить в рамках некоторой одной языковой системы. Вот, например, в русском языке есть, например, глагол любить. Любишь, любит, любим, любите. Везде и. Люблю, нету и куда оно делось. А зато лы откуда-то появилось. Тут лингвистический компаративист говорит, вот, наверное, это и, оказавшись между согласным, с одной стороны, гласным, с другой стороны, оно, наверное, превратилось в е, и потом из б плюс е получилось б ль. И поэтому мы говорим люблю, а не любью. А раньше когда-то говорили любью. Может быть, так оно и было, может быть, было как-то чуть-чуть иначе, но, по крайней мере, из этого предположения все хорошо выводится. Но когда мы строим такие предположения, мы немножко упускаем временную перспективу. То есть мы всякий раз дореконструируемся до того состояния, когда языковая система в данном аспекте была стройной. Она такая большая, что сделать ее стройной сразу всю невозможно. Поэтому развитие все время идет по принципу нос вытащишь, хвост увязнет. В одной системе стало более стройно, а в другой развелся хаос. Потом в той системе хаос убрали, навели порядок, а в это время еще где-то хаос развелся. Внутренняя реконструкция всегда доходит до порядка. Поэтому там получается такая система упорядоченная на всем пространстве. И, естественно, скорее всего, она никакому конкретному отрезку времени не соответствует, а соответствует в разных частях разным отрезкам времени. И внешняя реконструкция, полученная сопоставлением двух разных, двух, трех, пяти, десяти, сколько получится, разных языков или хотя бы разных диалектов, она наоборот дает картину времени распада этих языков или диалектов. И она может не совпадать со временем, когда какая-то система была более стройной, а какая-то менее стройной. Поэтому эти две реконструкции, полученные, казалось бы, для одного и того же проязыка, они всегда немножко не совпадают друг с другом. Но ничего страшного, проязык существовал сколько-то времени, у него было время побыть и таким, и таким, и эдаким. Реконструкция проязыка любого уровня, хоть про славянского, хоть про индоевропейского, хоть про настратического, хоть какого угодно, может быть, даже был один общий проязык для всей Земли, никто не знает пока. Она всегда наталкивается на ряд моментов. Не все известно. Некоторые вещи, все языки и потомки, успели таки, да, утратить безвозвратно. Еще хуже бывает, когда семья делится пополам. В этом случае, когда в одной половине что-то есть, а в другой чего-то нет, это всегда сложно. То ли один сохранил, другой потерял, то ли в одном не было, как в проязыке, а другой развил. Можно понять так, можно понять сяк. Именно поэтому такие трудности вызывает определение места индоевропейской прародины. Был когда-то индоевропейский проязык, общий предок славянских, германских, романских, греческого, санскрита и всего такого прочего. Он был где-то. А вот где? Он разделился пополам. На анатолийские языки и все остальные. Анатолийские языки дают указания на южную флору и фауну. Остальные дают указания на более северную. И кому верить? Вероятность 50 на 50. Но это просто моя самая любимая сложность, а так есть еще масса других сложностей, которые тоже еще пока не реконструированы. Но мы надеемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok